Тот принцип действия очень простой, его японские ученые, кстати, открыли в 2007 году, по 2017 год 10 лет исследовали, то есть магний металлический, металлинизированный в составе идет, то есть он когда взаимодействует с кислой средой, с желудочным соком, выделяет молекулы водорода H2, а водород это самая маленькая молекула в мире, на первом месте в таблице Менделеева находится, и водород он водорождающий, то есть образно он как бы увлажняет организм изнутри, такую внутреннюю гигиену обеспечивает, И самая особенность в том, что водород, молекула H2, отсоединяется с кислородом, получается H2O, молекулярная вода, если говорить более конкретно, прям более научно, вот мы когда дышим, мы вдыхаем кислород, выдыхаем кислый газ, и кислород он делится на активный и пассивный, вот активная молекула кислорода, это самый такой сильный оксидант в природе, То есть если мы яблоко положим на открытом воздухе, оно под воздействием атмосферы, кислород начинает дынить, окисляться, то же самое, когда в обычной жизни человек не перерабатывает весь кислород полностью, остается избыточный кислород, который запускает процессы окисления в организме, процессы старения, вот поэтому люди, которые в горах живут, например, они меньше дышат кислорода, там более разреженный уровень кислорода, у них больше возможностей в долголетии, или люди, допустим, которые активный образ жизни ведут, или спортсмены, они более активно кислород перерабатывают, они тоже, у них больше шансов в долголетию, но средний человек, среднестатистический, он перерабатывает не полностью, вот наш водород, он как раз соединяется с этим избыточным активным кислородом и превращает его в воду, то есть получается H2O, и формируется это внутри самой клетки, и здесь еще вот тоже забыл сказать, водород очень хорошо именно восстанавливает структуру митохондрии, митохондрии это наши энергетические батарейки такие, вот они отличаются за долголетие, за энергию нашу, и за целостность самой клеточки, то есть это, ну водород, вот самое уникальное его свойство, он восстанавливает вот клеточную структуру через митохондрии как раз, и он безопасен, проникает везде, в самые труднодоступные сосуды, капилляры, вплоть до клеток головного мозга, и у него еще главное свойство водорода, помимо восстановления поврежденных клеток, он еще разжижает кровь, естественным путем, он именно омолаживает кровь, улучшает реологию крови, то есть реология это текучесть крови, биохимические параметры крови улучшаются, то есть кровь начинает хорошо циркулировать, и у водорода еще есть такое свойство, он расщепляет тромбы, то есть тромб это, ну такие слипшиеся эритроциты, эритроциты это как таблеточки такие вот небольшие, да, вот они плоские, вот они в обычном виде, они друг от дружки отталкиваются и никак не соединяются, но когда организм зашлакован, закислен, тромбоциты, ой эритроциты, простите, они начинают деформироваться, и они между собой слипаются, и вот так формируется тромб, закупоривает сосуд, вот водород, он как раз мягко, постепенно и безопасно расщепляет тромб, эритроциты восстанавливаются по форме, и начинают разлепляться как бы между собой, и ток крови восстанавливается, то есть основное, самое главное, это защита от инсульта, инфаркта, то есть убирает угрозу, снижает нагрузку на сердце, и восстанавливает правильное кровообращение, кровоснабжение, то есть даже в мелкие капилляры, труднодоступные, вот там в глаза, в головной мозг, в конечности, к органам, идет хороший прилив свежей крови, и получается за счет этого давление стабилизируется, уходят симптомы атеросклероза, то есть там головокружение, покачивание при ходьбе, шум, ушах, голова становится легкая, ясная, плюс это для зрения, для памяти, для слуха, очень полезно, когнитивные функции улучшает, то есть головной мозг лучше работает, там интеллектуальный труд легче дается, допустим, ну и выравнивается сердечный ритм, то есть меньше отдышки, аритмии, стена, кардия, то есть идет восстановление сосудистой системы, и у людей, как следствие, тоже вот прилив сил, бодрость, энергии больше становится, то есть физическая активность легче дается, там где-то в огороде легче заниматься, уже проще, или, например, вот у меня, я часто слышал, что раньше разгибались, в грядке где-то копаются, встают, головокружение или темнеет в глазах, или там на солнце чуть поработали, 20 минут, уже надо отдохнуть, после водорода уже там 2-3 часа могут работать, уже спокойно разгибаются, разгибаются, никаких вот этих не плывет ничего, никаких потемнений, ничего нету, то есть идет нормализация вот работы капиллярного кровотока. Ну и, конечно, вот помимо сосудистых заболеваний, очень хорошо в области малого таза, в мочеполовой системе, то есть в током крови поступают и кислород, и питательные вещества, то есть это профилактика холецистита, панкреатита, цистита, там, пиелонефрита, очень хорошие результаты по урологии, у кого частые позывы в туалет, ночные позывы, то есть вот эта симптоматика тоже снимается, то есть человек начинает нормально спать, и здесь еще это обусловлено магнием, то есть магний в составе очень у нас усвояемый, то есть это не магний, как в аптеке продают, здесь магний, который организм воспринимает очень легко, быстро и так эффективно, и магний, он тоже имеет очень широкий спектр положительных там действий, то есть он и для сердца, и для сосудов полезен, он убирает стресс, напряжение, как бы психосоматику выравнивает, улучшает работу как раз и памяти, и головного мозга, и он усиливает проводимость нервных импульсов, нервных окончаний, то есть головной мозг подает сигналы органам, тканям, сосудам, мышцам, вот эта обратная связь, работа с головой организма начинает нормализовываться, и поэтому люди, допустим, которые лежачие и больные после инсульта, или у кого слабые ноги, там или даже в колясках, допустим, или ходят с ходунками, у них вот появляется, как бы ноги крепче становятся, более управляемые такие, то есть человек уже под контролем, у него мобильность появляется, то есть уже легче ходить, двигаться, какие-то простые действия совершать, то есть руками шевелить, более крепкий такой идет хват, допустим, даже вот некоторые, у меня пожилые бабушки, там есть по 8 лет, которые не могли больше 2 килограмм пакета держать, с водородом уже там по 5 килограмм могут нормально продукты отнести домой, то есть появляется сила. Вот, кишечник очищается, особенно на первом этапе это прям выраженный эффект, то есть идет глубинно очистка, выведение застоев каловых масс, каловых камней, то есть это хорошо именно на микрофлору кишечника сказывается, а желудочно-кишечный тракт это иммунитет наш, это наш как второй мозг, то есть это самый большой эндокринный орган, то есть это гормональный орган самый большой, в желудочно-кишечном тракте формируется больше всего гормонов, и когда он очищается, это сразу влияет, во-первых, корректируется вес, то есть лишний вес уходит естественным путем, обмен веществ становится лучше, ферментативный обмен, то есть у человека легкость появляется, ну и нет интоксикации, скажем так, потому что когда там запор или плохой стул, или нерегулярный, это значит, что системно идет сасывание токсинов, слаков и так далее, а здесь водород он все выводит, очищает, и магний он расслабляет моторику кишечника, то есть перистальческую пропускную способность как бы улучшает, и вот сочетание с водородом, а водород он как бы увлажняет, и кишечник в том числе, то есть а нашему кишечнику влагу нужна, вода как бы, и здесь это на молекулярном уровне формируется, на клеточном, и получается такой двойной эффект комплексный, ну и поэтому результаты по всем фронтам идут, и плюс магний еще дает прилив сил, энергию, бодрость, улучшает сон, убирает судороги, ну и он улучшает еще биодоступность любых витаминов, то есть полезные микро-макроэлементы, какие-то другие БАДы, например, на фоне магния, они всегда гораздо лучше усваиваются, то есть грамотный врач, если он кальций или калий, допустим, рекомендует, он всегда порекомендует еще и магний параллельно, для того, чтобы усвояемость была хорошая, потому что магний, он как бы отвечает за структуру мембран клеточных, и получается, что помимо того, что водород восстанавливает внутреннее содержимое клеток через митофонды, еще и мембран клеток магний как бы идет на восстановление, и поэтому такое сочетание, как говорится, гениальное просто, тут нету каких-то супермного компонентов, это магний обогащенный водородом. Японские ученые в 17-м году, вот они больше 170 заболеваний исследовали приобретенного характера, было доказано положительное влияние и безопасность применения молекулярного водорода, и они стали лауреатами даже Нобелевской премии за это. То есть это мировое открытие такого очень значимого характера, и вот на основе этих исследований наш директор Скокшитава родом, он создал, вот его зовут Ярмисович, ему 50 лет, он серийный предприниматель, генеральный директор нашей компании, он вырос в Скокшитаве, рост, ну сейчас восстанеживает много лет, они со своим партнером придумали и создали этот препарат в начале 2020 года. Вот, продаем мы его активно уже почти два года, сначала полцентр был, с прошлого лета, с 5 июля у нас сетевой маркетинг запустился, уже по сети начали продавать, ну и конечно люди сейчас в восторге, то есть куча проблем, болячек решили благодаря магниевой водороду. Вся продукция, да, компания еще есть? Сейчас пока 6 препаратов у нас, вот здесь нету хэппилайна, хэппилайн еще есть препарат, он, это седативный комплекс, хэппилайн он как для восстановления эмоционального фона, убирает тоже тревожность, стресс, нервозность, улучшает работу памяти, головного мозга, детям при аутизме хорошо помогает. Это препарат, если говорить просто, он как бы возвращает человека в ресурсное состояние, энергичное, радостное, как бы такое вот, проактивное продукционное состояние. А эта продукция есть, да? Да, это есть, просто, ну, не захватили, да. Называется хэппилайн, хэппи – это счастливость, то есть в виде напряжения, в стрессе очень часто находятся там, всякие бутылки, кредиты, еще что-то. Нам это надо. Ну да, вот. Чтобы улыбались чаще, и не было тревожности, потому что это тоже влияет на здоровье. Хэппилайн просто для эмоционального настроения очень тоже. А, вот, отлично, да. Все, как сказать, классный продукт, тоже мы применяем, будет чистый результат, я сам тоже пью, допустим, хоть нет, там особо проблем, но все равно энергичнее ты становишься, более. Значит, вот эти, для студентов у них стрессы, для стресса…